Отпечатки с валенков взяли? Да. Пожалуйста. Да, действительно, сняли. Валенки-то тут при чем? Это просто потрясающе. Может, они хотели такие же? Зактилоскопия валенков. Сняли. Антон, не могу тебя дозвониться, все нормально? Да, нормально. Ну, съездил в городской суд, ознакомился с материалами дела. Сейчас в отдел полиции едут, тоже надо ознакомиться. У нас активисты, что-то там, это, полицейские тормознули. Они там с другом фотографировались на воде танка. Да. Их, короче, забрали в ГУМе, я так понял сейчас. Какой, в третий? Да, вроде, да, в третий. А за что? Я так и не понял. Сейчас, Анжи, я попробую его подключить. Значит, телефон подключивает сейчас. Ну, я вот там через пять минут буду, в третьем ГУМе. А, ты когда сюда идешь, да? Да, да, да. А, ты меньше, да ты попробуешь найти. Ну да, как журналист. Узнаем, почему задержан. Далее. Алло. Ну, мы здесь у ГУМа стоим. Значит, Андрея отпустили. Протокол не составили. Просто объяснение взяли. А Виктора до сих пор удерживают и на вопросы отказываются отвечать. Его, я так понял, появились на фотографирование. То есть, это фотографирование, я подозреваю, ну, предполагаю, что, скорее всего, протокол будет какой-то составлять. Спасибо, что позвонил, потому что Андрей позвонил мне в панике сначала, а потом, когда я ему после тебя перезвонил, он сказал, да не, все нормально, у нас просто тут опросили. Нет, 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 Виктора до сих пор удерживают, мы его ждем здесь, никуда не везет. Ага, все, молодцы, спасибо большое, что позвонил. Я думал, там все нормально. Отзвонить потом, давай. Все, их обоих отпустили. Так, Андрей поехал по делам куда-то, дочку отвозить. А Виктора мы хотим, ну, в ТОСе, там в ТОСе есть кто-то, нет? Да, я в ТОСе. Сейчас подъедем тогда. Все хорошо, давай. Здравствуйте, поясните, пожалуйста, в связи с чем вы были задержаны сегодня? Сегодня я решил сделать небольшую фотосессию, залезть на танк с флагом победы, с нодовским флагом и с щитом своего дядьки-танкиста, с которым я хожу. С портретом. Бессмертный полк с портретом. И сделать фотосессию и выложить себе в одноклассники. Все проходила удачка. Попросил Андрея. Можно мне о нем говорить? Да, конечно. Попросил Андрея, он помог, мы приехали на машине. И вот когда уже мы это дело сняли, с таким трудом я залазил на этот танк, если бы знали, господа офицеры. Сняли, собрались, подъезжает милиция. Я начал кое-что снимать. Посмотрим там. Сколько их было? Два человека сначала. Мужчины. А потом подъехали еще две женщины. Еще, в общем... И мы еще ждали других. Они звонили. Других, которые подъехали. Жалко было Андрея. Замерз, наверное, там. Там подполковник какой-то приезжал? Ну, там я не смотрел. Звание такое. Майор или подполковник? А что они вам обвиняли-то? А так капитаны в основном. Нет, а что они вам обвиняли-то? Из-за чего задержали-то? Вот, задержали просто для разбора полетов. В сущности. Посмотрели флаги. А флаг серпа-молот это флаг победы. Из-за того, что у вас были флаги с собой? Да. И эти все организации зарегистрированы. И та, и та. Но все равно этого оказалось мало. Повезли нас в третье отделение милиции. Ну, и там. Объяснение взяли, да? Объяснение, отпечатки пальцев. Отпечатки пальцев ног. Это просто потрясающе. Это вот... Даже валенки не снимал. Отпечатки с валенков взяли? Да. Отвечаю. Я могу показать ваши валенки? Пожалуйста. Да, действительно, сняли. Я отвечаю на свои слова. Это можно проверить. Отпечатки сняли с валенков. Валенки-то тут при чем? Это просто потрясающе. Им понравились мои валенки, блин. Может, они хотели такие же? Так мы тут... Хорошо, что не сняли. Они вас по следам, наверное, искать будут. Я удивился. Я удивился. Коврик дали сначала валенок потоптать, чтобы заполучить эту черную пыльцу. Дактилоскопия валенков. А потом сложили А4 листок и на тебе. Это просто потрясающе. Отпечатки пальцев очень долго. Еще и сфотографировали на память. 21-й полиция работает. Ну, они там все... Сфотографировали вас? Заставляли? Меня? Да. Раза три. Да? И внизу, и вверху, и здесь, где отпечатки валенков, и прямо, и вбок. Анфас профиль, да? Что они еще спрашивали? Они спрашивали, употребляли ли вы что-нибудь сегодня? Это спрашивали только у танка. Ну, я, конечно, сказал. Да и какая разница, я не за рулем. Ну, они просто так вопросы не задают. Они, скорее всего, хотели вас повезти в ПНД, то есть, на медицинское... Ну, я понял. Ну, не отвозили никуда, потому что я там сказал. Ну, потому что мы вовремя приехали. Скорее всего, вас хотели отвезти... А вы там дали о себе файл? Они узнали, что вы приехали, да? А откуда же они это знали? Ну, мы там у дежурной части где-то за минут 20-25 до вашего выхода мы там всячески пытались выяснить, из-за чего вы задерживались. А, в общем, я уже не знал, да. Мы вас видели через стекло, с вами там полицейский разговаривал, еще женщина какая-то. Да. Вы там на телефоне что-то показывали. Мы это все видели. И, соответственно, сказали, что будем ждать, пока вас не освободят. А я еще сейчас, когда в коридоре уже внизу был, когда он зашел, ждал, думаю, дай я себя зафиксирую на фоне милиции. Снял себя пару раз. А потом, когда он вышел, а я еще возьми, попроси, на-ка, говорю, братуха, ну, этого, который мне отпечатки брал. Я не знал, что он ко мне касаем. Он из коридора вышел, я говорю, ну-ка, сними меня на память. А как вы что, говорит, здесь снимались? Я говорю, конечно. Удалить немедленно. И позвал ее. Я удалил. На фоне полиции? Да, внутри. А, внутри? Да. Полиции. То есть, у вас ни телефоны, ни какие вещи не изымали? Не изымали, он при мне всегда был. Я сфотографировал себя, а еще набрал, как вы, а вы здесь что, фотографировали? Я говорю, да, я себя. И он еще ее вызвал. И там надо, помимо удаления, еще там какая-то есть штука удалить. Из корзины, из корзины. Ну, да, да, да. Но они искали корзину, не нашли. Я у него потом спрашиваю, это что у меня за телефон такой, что у меня корзины нет? Нет, а это, Виктор, вот твое мнение интересует, в связи с чем-то задержали, из-за чего? Почему так кошмарили-то? Не знаю. И вот с двух часов, сейчас сколько времени? Сейчас. Я не кушаю. Пол шестого. Пол шестого, да. Мне кажется, все-таки, значит, в стране неплохо живем, работы нету, а для того, чтобы получать какую-то зарплату им, чего-то там, это самое, надо тянуть время, надо писать, докладывать, там что-то, что-то, изображать процесс. Но я их не ругаю. Ну, вот такая вот штука. А все бумаги, которые там составлялись, вам хоть одну копию выдали на руки? Это моя, конечно, ошибка. Надо мне было просто самому, если бы я знал, что как-то у меня вылетело, что-то я стал психовать. Да или нет? Нет. Нет, не выдали. Ничего мне не выдали. А они обязаны выдавать? Они обязаны, все бумаги, которые вы там пишете, они обязаны вас, во-первых, ознакомить со всеми материалами, то есть, рапорт о сообщении о совершенных преступлениях, которые на вас поступили, в связи с чем был вызов, протокол задержания, протокол доставления. Это все вам должны были показать, ознакомить. Вас что-то с этим ознакомили, нет? Ну, она просто прочитала, что, вот, когда первое, там, что состряпано, вот это, что я был с двумя знаменами, знамя Нодовское на танке. Вот, в основном, вот то, что я вам сказал. А, вот, кстати, по поводу знамен. У вас были с собой знамена, одно знамя красное. Серп и молот, знамя победы. Так, и второе? Нод, национально-освободительное движение. И портрет вашего? Портрет моего танкиста, моего дядьки, моего родни. Потому, что он танкист, и поэтому я на танк. Они пытались у вас изъять эти вещи? Нет, они изъяли. Как изъяли? Ну, как бы изъяли, а потом вернули. На словах или физически? Ты вспомни... Я все помню. Я музыкант, у меня память. Скажи, прикасались они к ним или нет? Потому, что они там в протоколе потом напишут, что мы изымали, а потом вернули. Да, да, да. Мы так договорились, мы, говорит, напишем так, что изымали. В смысле договорились? Чтобы у тебя их не брали. Чтобы не таскаться с ними туда-сюда. А, т.е. они физически к ним не прикасались, а написали... Да, там она поправила на снегу когда. А написали, что изъяли, а потом вернули. Как будто изъяли, а потом вернули. Замечательно. Т.е. работа проделана, а по факту ничего не сделано. В их действиях... Нет, смотри, они написали вот эти действия, а по факту их не делали. Т.е. это в их действиях присутствуют, усматриваются признаки состава преступления, служебный подлог. Т.е. они пишут, что изъяли, а потом вернули, а по факту они этого не делали. Т.е. они пишут такие вещи, которые на самом деле не происходили. И, соответственно, они считаются наверх, там, я не знаю, у них там премии какие-то, звездочки, еще что-то. Т.е. они показывают видимость работы, а на самом деле этой работы не было. А бумаги составлены, бумага, все написано. Вот чем занимаются. И, по сути, вот сколько, три часа или сколько у вас, четыре выдерживали, да? Четыре часа два наряда полиции были заняты только вами. Из-за каких-то, извините меня, двух валенок. Валенки на месте, не пытались снимать? Валенки на месте, товарищи. Не пытались снимать? Нет. Ну, замечательно. Так, ну, все тогда. Что ты хочешь передать сотрудникам полиции? Да нет, что передавать. Ну, с праздником поздравить. А когда праздник? А? У них когда праздник? У них? А у них каждый день праздник. Они же каждый день задерживают народ. Мне интересно, кто последний раз, кроме нас, на этом танке? Там все фотографируются, и дети постоянно залазят. Ну, дети знаю, лазят. А вот так, чтобы... Потому что это знамя, знамя победы. Я же там, вы видите, там наконечник. Там аксельбанты на нем. А, то есть, это именно не флаг, а именно знамя победы? Ну, да. С надвершием. Там сделано, мама не горю, я все сделал. Пика, пика, наконечник, серп и молот. Ты не видел, да? Нет, я в свернутом видел. На наконечнике серп и молот, пика. И из двух частей складывается она. Потому что там мощная мощность. Ну, а если на 9 мая так же придете, тоже опять задержишься? Обязательно придем. И что, думаете, будут вас задержаны? Ну, если кто-то из них мне сказал, вот на 9 типа можно. А когда я этому задал вопрос сейчас, где мне отпечатки валенков... Подожди, подожди. Что у нас, закон только 9 мая не действует? Или действует? Не знаю. Этот мне ничего не ответил. А там, я когда у них спрашивал, что если на 9 мая мы придем? Это бла-бла-бла. На 9 мая, говорят, можно. Ну, вы хотя бы одну фамилию запомнили? Номер нагрудного знака или звание? Ничего не записал. Моя ошибка, конечно. Ну, что, получается, в нашей стране нельзя фотографироваться возле танка, что ли? Так получается? Виктор. И танк, если бы хотя бы был Т-34... После войны выпущен, да? Да. А там же Т-54, да? Нет. Т-54, по-моему. У нас, получается, нельзя со знаменем победы фотографироваться нигде? Потому что... Сейчас у меня в Одноклассниках такие есть нодовцы Расторгуева. Слушай, я им сейчас задам вопрос. И я им тоже скину там кое-что. А как же это мощный? И я им поделюсь с ними это самое. Что же возле танка? Они сначала думали, что пикет у нас не одиночный. Одиночный пикет у нас разрешен как бы. Андрей? Так у вас какой пикет? У вас не... А у нас не пикет. Не лозунгов? А они еще намекали на эту тему, что пикет это... Какой-то, да. Это в начале разговора. Но потом убедились, когда я сказал, что Андрей... Вот я его попросил зафотографировать меня. А я вот тут корячусь. На танке, под танком. Прочее-прочее. Все. А они так немножечко... Ну, потом сразу одиночный пикет. Виктор, давай завершающее слово. Всех с Днем Победы! Приходите к танку и фотографируйтесь. Все, невзирая 9 мая или это Пасха, или что-нибудь. В любое время дня и ночи фотографируйтесь возле нашего танка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok